привет зритель чтоб поймать остатки светового дня я решила вот так снимать меня тут накопилось кое-чего я тут покупала на whiteberries покупала на зоны покупала еще в одном магазине который вообще как бы не сетевой но смысле не пришел на базу выдача именно сама выбирала всякие такие бытовые штуковины местами даже еду а местами даже не совсем еду и сейчас вот решила обозрить все вместе чтобы она пополнила плейлист обзор еды и бытовухи вот смотрите какая прикольная штука мыльничка я не уверена но когда я ее покупала мне кажется она вот одна в другую вставляется и было там не должно особо размокать мыльница с крышкой вектор я не помню почем она но чего-то около меньше 50 но больше нам 30 и как то так может чек надо было бы сохранить или вообще найти сначала этот чек мне как бы надо мыльничку в ванну под большие мыла потому что у меня там есть мыльничка которая такая навешанная но она большая мыла не выдерживает наклоняется вот красивая да вот она примерно так хотя ну как бы я думаю что можно нет вот так она не встанется она вот так тут если чё вдруг натечет то можно это достать вы и снова и вот замечательная такая мыльничка из магазина для нужной вещи оттуда же я там уже пару форм приобретала вот вторая такая силиконовая кстати тоже у вето оказывается у вето что-то путное есть а что-то не особо либо оно просто перережало и поэтому становится не особо форма я вообще такую форму хотела форма по-моему 107 или 109 рублей стоит вот на этих сетевых магазинах она дороже подобная форма силиконовая дно у нее такое ребристая скажем так но внутри она ровненькая да ровненькая хлеб уже какой-нибудь запечь буханочку чем ее излечу края блин острые я думала обрежусь но ничего так вроде никаких кровавых подтеков нету так что все нормально просто острые три цвета в этой формы есть форма для выпечки 22 с половиной на 12 половиной 6 сантиметров в высоту от минус 40 до плюс 240 ну короче можно в ничего не заморозить а можно в ней выпекать у меня максимальная температура в моей электропечке духовке 250 до 240 можно выпекать даже можно повесить ее тут дырочка есть такая вот формочка очень даже удачненькая бюджетненькая так сейчас я тебе покажу штуковины наверное может то что я сегодня забрала потому что ну вы же ко мне тут мне надо было штуку которая колет орехи я видела где-то в сети такую силикон ну тут не силикон пластиковую какую-то штуку но я была не уверена до сих пор может это банки открывать была штука не орехи колоть у меня есть грецкие орехи которые наверное уже год лежат я раньше их ножом открывала но не все ножом открываются а у меня силы не хватает их как-то еще мне где-то есть еще молоток но я его не могу найти но он такой маленький возможно этим молотком и не раздолбаешь я отзывы почитала кому есть вот вот это 110 стоит а остальные там и за 300 можно такую же купить и подороже и подешевле чем 300 но как я поняла кому как я подумала лучше купить за 110 если она сломается хоть не так жалко чем супер дорого покупать те же яйца и сверху потому что кто-то я не займу что-то с очень силой так жал что там это сплав алюминия с чем-то что-то сплав алюминия сломался а кто-то писал каменты с фотками что вполне себе грецкие орехи фигачил у меня как бы есть плоскогубцы наверное это называется я у них лесные орехи наши которые в деревне собирала у нас на фазанде в деревне растут я и не колола а вот он как-то еще что-то никак о туго так но туда наверное можно что-то по типу мелкого ореха всунуть можно наверное этот орех в шкурке купить арахис но у меня сейчас арахис в шкурке закончился а вот сюда значит этот туго так идет нормальные такие я может сейчас расколола грецкий орех но мне его надо искать он где-то тут в пределах кухни лежит так ну как бы тоже бытовой прибор не совсем прибор моя тетя сказала что очень дорого я давно не покупала мешки для мусора с ручками у меня были куплены когда-то еще в светофоре моток такой которые что-то 60 рублей стоили там не сто ли этих пакетов было для мусора большой такой моток он долго-долго жил но больше в светофоре таких пакетов не видела а эти не то чтобы с ручками они с ушками 24 штуки 35 литров 3 рулона по цене 200 рублей короче каждый рулон по 70 рублей вот за рулон по 70 рублей мне моя тетя сказала что больно дорого в рулоне 24 штучки будем признательны за вашу оценку и отзыв на вайбере конечно же поставлю в чем прикол они в течение полутора-двух лет разлагаются биоразлагаемые мешки мне правда сказали что в наш компост саду их ложить никто не будет в декабре их создали прошлого года и но вот допустим деревню взять и выкинуть мусор прямо в нем и через полтора-два года оно биоразложится ну и вообще как бы две разлагаемые мешки для мусора можно использовать под перерабатываемый мусор их можно повторно перерабатывать а можно в них вынести мусор который как бы не перерабатываемый всякие там огрызки и так далее то что не пластик не металл не стекло и не дерево не бумага и в них вот так сказать похоронить скажем так этот мусор и он разложится в общем 70 рублей за рулон я что-то так это смотрела смотрела думаю ну есть ли мешки для мусора на вальпере сейчас смотрю внезапно есть сейчас я даже это достану глянем с тобой они с ушками ну как бы тут вот он похож на по рисунку на пакеты вот эти обычные маечки но только тут эти ушки как бы завязываешься я помню давно в черном коте покупала какие-то мешки для мусора такими пакетиками они сначала были нормальные а потом уже продавали такие что не плотные совершенно green city зеленый город на рынках мешки для мусора для мусора завязками ушки не является игрушка для детей человек жизнь планеты в твоих руках используя наш биоразлагаемый мешок такие дела сейчас мы это вскроем обзор мешка на камеру ну что так нормально или нет до крови все таки блин вот наша какая острая штуковина сейчас будет перекись и промыть ее зеленкой зафигачить потому что я чувствую что больно а тут вот как раз такой маленький порезик я пока пользуюсь мешками без завязок пятерковской фирмы оконта не знаю есть ли у них мешки с завязками но эти мешки без завязок они вполне себе прочные и хорошие нормально так реально так вот с ушками ну потом бубы будут так так что-то ведь у меня еще было тут а вот что но это не еда в смысле еда но это не бытовуха это свадьберис я тут на днях заказала и вот сегодня его доставили у меня там еще три как раз продукта лежало один который ну там кое-что подарок по другим на 8 марту тут у нас хэйча меня что прикололо что это чай с золотой плесенью а я как раз искала желтый чай и вот сейчас такое ощущение вот в последнем пароле я помню у Гринпу когда был желтый чай и Пуэр но что-то я вот Пуэр и Гринпу давно не видела а желтый чай еще давнее еще более давно тут прессованный такой вот как бы мягкая прессовка и что-то вдруг увидела чай так вот желтый чай сейчас белый чай под видом белого чая иногда продают желтый чай желтый чай вообще как-то пропал я вообще не могла его найти вот на ЧАБе раньше был желтый чай ну что-то ну как бы он там вроде и есть но там на минимальный заказ на бесплатную доставку на две с половиной набирать но мне сейчас как бы не надо столько чая и только из одного и то такое ощущение что там уже ЧАБе как-то подвымер не то что 10 лет назад Хэй Ча Хуан Лун с плесенью в принципе Пуэр тоже там с плесенью пить днем и вечером может я сейчас его и заварю способы заваривания 200 рублей за 50 грамм ну там 200 с чем-то чуть-чуть вот так он по скидке был и там цена такая без скидки полторы тысячи но мне что-то кажется никто за эти полторы тысячи не покупает и как бы ну не стоит этот чай столько если его продают давать будет за 200 рублей значит красная цена ему 150 денег и так сейчас открою неудобная на самом деле вот эта вот упаковка у меня подобной упаковке была как-то чай немножко другой фирмы очень неудобная вот нахрен они так делают вот тут вот срежешь и уже как бы нормально не откроешь мудрят мудрят лучше бы в бумажную упаковку тогда бы положили так пытаюсь достать эту штуковинку короче у меня не получилось нормально достать зрителя если хочешь можешь дать мне в комменты знать я его отдельно оборву как-нибудь в стиле своих этих чаепитий но он ближе так по цвету как пуэр ближе к пуэру не зеленый ни разу написано как использовать в термосе все такое год сбора 19 ух ты блин а было написано 20 вроде как провинция сбора анихуа 50 грамм насыщенный темный цвет землянистый вкус ну короче это родственник пуэра ну пусть будет хрен всем так вот под видом желтого чая могут вам впихнуть белый под видом белого чая иногда и зеленый идет какая-то такая вот вообще путаница идет я не знаю с чем связано ну это сейчас с озона будет это уже не реклама это я себе купила у меня там совсем чуть-чуть осталось вот на озоне у меня были баллы они как-то накопились можно было чуть-чуть подождать и еще быть больше баллов было там ну допустим на 27 баллов бы было больше что-то 500 с чем-то бы было но у меня там 480 что ли было баллов мне сам заказ что-то обошелся в 180 рублей 179 рублей с копееками грубо говоря 180 это кайлаж дживан который я отдельным роликом рекламила это плейлисты моя индия тот тогда мне присылали на обзор исключительно бесплатно тут я вот он мне обошелся где-то в рублей 100 а так он на озоне в 350 стоит где-то ну когда на вазберис дешевле когда на озоне ссылка на на озон вот именно на этой кайлаж того же Джона Моди этот представитель в России лицензионный все такое бла-бла-бла с русской инструкцией тут 60 грамм это кстати на озоне можно купить и за 120 грамм но я так подумала нафиг мне в принципе 120 этого тоже прилично хватает меня он тогда очень выручил когда я тут болела как-то недели две как-то чихала с высоченной температурой и когда у меня глаза уставали или болели я как-то была в гостях там человек один курит и у меня видимо аллергия как-то так проявилась что у меня на следующее утро я не могла глаза вообще открыть и я несколько часов лежала и мазала в общем каждые минут 15 веки и у меня где-то так вот довольно быстро прошло и глаза перестали болеть и был там сосудик даже лопнул все короче очень прошло и глаза перестали болеть и веки опухать и вот именно им помогло мне и когда болела обмазала эти крылья носа у меня кожа обычно же когда насморк то кожа сушенная да тут вполне себе в общем все ништяк внутрь я его все таки не пробовала принимать пока вроде бы но отдельный ролик там если интересно гляньте я остану такую вот в буквке ссылочку туда посмотреть а так действительно очень хорошая штука ну и ссылку на зону на этот товар вы можете найти как раз в этом отдельном ролике мне тогда конечно присылали именно как ссылка на вайберис но пока я сидела у меня ролик уже был на тот момент готов пока я сидела ждала от менеджера ссылки на этот вайберис я обнаружила на зоне его этот он тогда на зоне чуть раньше появился и в самом ролике как раз вот есть текстовая такая ссылка если интересно гляньте нажмите на паузу перепишите вручную забейте в строчку поиска и вот вам счастье а так на зоне гляньте Джона Молли и вот у него как раз все его товары там среди них есть как раз вот кайлаш там заодно и чай какой-то есть индийский я как-нибудь в общем у меня пока есть чай но как-нибудь думаю заказать да он тут зафольгирован я не буду пока его скрывать потому что немножко совсем не осталось от того флакончика а 30-ти граммовую баночку у меня родственникам я сдала и да тут она действительно по-русски сейчас узнаем действительно по-русски что на Вайтберис что тот что мне приходил на обзор что вот я купила и мне надо новый умывальник в деревне у нас как бы был хороший умывальник но сломалась раковина еще при бабушке раковину но поменяли на какой-то хрен один из некровных родственников решил поменять нам умывальник уж не знаю за за счет или по собственному там типа подарок ну он неплохой умывальник но там как бы изначально рассчитано было на круглый умывальник а не на плоский из-за этого там вода течет на стену попадает стена деревянная это все очень некомфортно и еще мимо раковины все это плещется я думала что раз нам крышу покрыли все таки в доме в прошлом году то на этот год вот с этого года я куплю новый умывальник я хотела по магазинам походить посмотреть но что-то как-то все не с руки и тут у меня были на зон баллы я долго смотрела и на вайдбр смотрела и на зон думаю ну что у меня баллы как бы вся вот эта покупка мне обошлась вместо 700 с чем-то там рублей за 180 179.90 и я по отзывам посмотрела там правда синий был до этого умывальник в отзывах еще проверила там на базе тут красный и поняла что он вот именно то что надо плюс он еще вешается так и сейчас мы с вами уберите лифицируем его умывальник рукомойник альтернатива дачный красный 3 литра пластик гарантия 6 месяцев рукомойники мывальники и изготовлен он 15 ноября прошлого года срок годности не ограничен выглядит он примерно так же как вот у нас был алюминиевый там еще был какой-то умывальник который был изначально на улице я не знаю что с ним случилось почему его изначально они повесили вместо пластикового почему вообще решили поменять нормальный умывальник на пластиковое горло ну вот теперь у нас будет нормальный умывальник там было два похожих один такой более квадратный у него даже была вот как-то там вот здесь такая фигнюшка под маленькое зеркальце как в описании значилось ну в принципе нам это маленькое зеркальце там ни к силу не в городу и крышка тут удобнее снимается конечно сюда мыло не положим как на тот прямоугольник что у нас там был в деревне ну кто видел мои ролики деревенские там иногда этот умывальник видно на мальчик добавлять в грузе делаем немножко так б Stephen бывает пластик вонючая бывает такой вот интересный запах вот такой самый интересный запах сейчас тут и есть Кумпочка Сама форма вот такая Ну и там такая штучка Не выпадет никуда И он даже по-моему чуть получше Чем вот тот голубой, который был там на фотках Но на фотках про голубой Написано было, что он как бы не Протекает Вот это чуть поуже, чем я думала Но в принципе она бы шире не могла быть Иначе он бы сам по себе был больше Ну короче на гвозди оно вешается Надо будет узнать, как там у нас гвозди Но гвозди бить в принципе не проблема При случае На 3 литра Умывальник Вешается Знаете, из деревни приезжаешь Иногда это так, пытаешься По умолчанию в свой кран долбиться руками Потом вспоминаешь, что ты не в деревне И это не умывальник Что тут есть как бы Не умывальник, а именно как Нормальная вода В этом плане Вот такие у меня покупки бытовушные были Зритель, если ты не знал, что такое умывальник То сегодня ты узнал Всем спасибо за просмотр И пока Не забудь поставить палец кверху